Привет, друзья! Сейчас мы с вами вместе пройдемся по самой главной компьютерной выставке планеты. Когда-то давным-давно Computex, так называется эта выставка, был главным центром, где происходило всё самое интересное в IT-отрасли. С тех пор многое изменилось, появились гаджеты, которые привлекают гораздо больше внимания, чем классические компьютерные железки. И, в общем, Computex немножечко из моды вышел. Но если вы интересуетесь техникой компьютерной, если вам интересны комплектующие, если вы любите материнские платы, то, честно говоря, смысл посетить Computex до сих пор есть и немаленький. По крайней мере, я не пожалел, что пролетел 14 часов в одну сторону и ещё 14 в другую. Главным драйвером, главным стержнем современного Computex является тайваньский гигант Asus. Он довольно многолик. Например, вот сейчас по правую руку вы видите бренд TUF Gaming. Это тоже Asus. У Asus есть бренд для совсем крутых геймеров. Он называется Republic of Gamers. А TUF Gaming это чуть попроще, чуть пожиже. Но, тем не менее, всё ещё очень функционально, очень надёжно, очень симпатично. Но недорого. Это приятно. Так вот, если мы продолжим движение по стенду Asus, который располагается прямо в самом центре самого козырного павильона, мы увидим, что Asus сегодня делает практически всё. Вот, кстати, материнские платы семейства Prime. Prime изначально было таким бюджетным, простеньким семейством, но в последнее время они стали делать под этим брендом достаточно серьёзные мамки. Вот, например, вот это на топовом чипсете AMD X570. Обратите внимание на кулер на радиаторе. Без него X570 вообще не могёт. В общем, Asus сегодня делает очень много всего неожиданного даже. Но, с другой стороны, сейчас такая жизнь, что если не делать всего, то придётся помирать. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот, например, Asus сделала свою версию Apple Mac Pro. Вот в этом маленьком цилиндре умещается крайне серьёзная начинка, вплоть до топовых видеокарт NVIDIA, причём не только любительских, но и Quadro. А мы идём дальше по стенду Asus. Смотрите, они делают ноутбуки, они делают настольные компьютеры, они делают блоки питания, сейчас покажу чуть позже. Они делают, вы знаете, они заново делают материнские платы. Вот сейчас мы посмотрим на диджейский пульт. Вот, и это тоже делают, да. Они делают материнские платы, но не просто делают, знаете, делают-делают и по привычке. А они их умудряются изобретать заново. Asus на этой выставке показал концепт материнской платы утопии. Я немножко говорил о нём в ролике с презентацией. Вот просто посмотрите, как это выглядит живьём. Видеокарта расположена плашмя и сзади. Там также сзади расположен блок водяной, отвечающий за охлаждение всего и вся. Модули, не по бокам даже, а на задней части, они съёмные. То есть вы можете сами решать, сколько вам нужно портов USB, сколько нужно портов Ethernet. Это всё зависит от ваших устремлений. Тут, конечно, есть такая ирония, что эту материнскую плату, если она дойдёт до прилавка, могут начать продавать с одним портом USB, а остальные придётся докупать. Но я всё-таки думаю, что до такого не дойдёт. И если эта мамка поступит в продажу, в комплекте будет всё, что нужно, и даже с некоторым избытком. Вообще, конечно, забавно, что в 19-м году 21-го века компания заново изобретает материнскую плату. Это круто, знаете, это олдскульно круто. Идём дальше. Мы сейчас находимся на стенде Republic of Gamers. Там было много и ноутбуков, и материнских плат, и прочего, но я зацепился взглядом за блок питания. А вот, кстати, мы наблюдаем сейчас любимую забаву Computex, сфотографировав себя с полуодетой девочкой. В этом году было очень много девочек-славянок. Я не уверен, что они из России, но, по крайней мере, по-русски понимали, и имена у них были соответствующие. А вот наш брат Боттон фотографирует те самые блоки питания. Знаете, сделать хороший блок питания – это очень непросто. И когда Asus за это взялась, я немножко опасался, что получится какая-то побрякуха. Но нет. Блок питания у Asus под брендом Republic of Gamers как раз получился очень хороший. И в этом году они сделали версии на 750 и 650 Вт. То есть они менее мощные, чем предшественники, но такие же тихие. То есть 15 дБ под нагрузкой. Я попробовал навесы, сам блок питания и компоненты. Радиаторы очень основательно тяжелые. То есть все сделано по уму, как надо. И надо будет такой блок питания обязательно попробовать. А вот смотрите, мы видели много корпусов с прозрачными стенками. А теперь смотрите, этот корпус не просто с прозрачной стенкой, а с прозрачным жидкокристаллическим экраном. Вы спросите меня, а на кой нам надо? Я не знаю. Но смотрите, как красиво. Причем экран-то он не просто черно-белый, а он цветной. На нем можно цветные надписи показывать. Ну, по-моему, прекрасно выглядит. Я не знаю, наверное, для такого корпуса нужна отдельная комната, чтобы любоваться на него, гостей водить, девушек водить, например. Но выглядит очень интересно. Правда, я посмотрел, вы знаете, с тыльной стороны мы сейчас вместе с вами увидим. Все не так однозначно красиво. То есть, с тыльную сторону пока додумали не до конца. Но я думаю, что это временно. И в 2020 году на Computex будет все красиво у этого корпуса с двух сторон. А вот теперь немножко о смерти. Мы видели, сколько народу на стенде Asus и других серьезных компаний. А вот мы идем буквально 10 метров. Я буквально 10 метров прошел от стенда Asus и Asus. Правильно, Asus. И вот уже милое запустение. Это монопродуктовая компания, которая делает, видимо, неплохие вещи. Я уверен, что они неплохие. Но они делают что-то одно. И вот уже как-то с интересом все не очень. Я ходил там много раз, там не было ни души. И, в общем, зачем они приехали на эту выставку? Зачем мне потратили деньги на стенд? Я понимаю средний. Вот видите, все, кто мог, свалил. На встречу никто не приходит. Потому что нет времени сейчас выбирать что-то одно. Объемы продаж, компьютерные техники не растут. Поставщики уже все более-менее известны. Вот когда тебе предлагают выбрать корпус или что-то еще по отдельности. Кресло. Кстати, кресло – это тема, это новый такой писк. Я даже подумал поменять свое обычное кресло на такое необычное. Оно с хорошей поддержкой, с вентиляцией, все как положено. Но если сделаешь какую-то одну деталь, там, корпус, монитор, вентилятор, это уже, боюсь, не очень полезно и опасно для будущего компании. Поэтому выживают те, кто научился делать сразу много всего. И хорошо, и достаточно дешево, чтобы к тебе приходили и закупались сразу всем. А вот идут девочки. Девочки – это вообще такой тренд компьютекса, потому что смотреть на железки скучновато, бывает даже матерым поклонником всякого харда. А вот когда девочка приходит еще и в мини-юбке, иногда еще и с голым животом, ну, вообще по кайфу. Вот девочек было много. Мы продолжаем идти по такой сумрачной части компьютекса. Компьютекса. Нельзя сказать, что там неинтересно. Человеку, который в этом всем варится, который в это погружен, довольно занимательно посмотреть. Но все-таки я думаю, что это такое очень-очень временное. И еще пара-тройка выставок, и вот такие компании, которые делают что-то такое одно и не как-то предельно хорошо. Я боюсь, что эти компании долго не протянут. Но я бы хотел ошибаться. Компания Биостар, производитель материнских плат и видеокарт. Они показывали довольно занимательную, готовую систему. Вот это вот в корпусе. Травлтейк. Вы поставили бы дома такой корпус? Я не знаю. Я бы, наверное, не поставил. Да, а вот, кстати, очень хорошая компания. С ней обязательно надо сотрудничать, потому что название грозное. То ли в ебу, то ли вы ебу. Ну, в общем, как-то вот, да, лучше не рисковать и немножко денег занести. А вот, смотрите, корпусы, не корпуса, точнее, а дельта. Когда-то это были унылые, как смерть, блоки питания. Самые дешевые, самые отстойные. А теперь, смотрите, научились делать серверное оборудование. Всякие хитрые стойки для профессионального оборудования. И ничего, вполне себе живут. Вот только так. А это какой-то человек, видимо, имеющий отношение к термалтейке. Кто это, я не знаю. Но, видимо, человек уважаемый. Приятно было на него посмотреть. А вот мы подходим к стенду Кулер Мастер. Кулер Мастер – это очень классный производитель блоков питания, корпусов, систем охлаждения, с недавних пор еще всяких аксессуаров. Первое, что я увидел на стенде – это мой корпус. У меня этот корпус сейчас дома стоит в компьютере. SL-600M, новая модель. Очень классный корпус. Прям рекомендую от всей души. Не пожалейте. Тихий, зараза. Ну, красота. А вот клавиатура, вы знаете, я думаю, что, как это ни печально, но до сих пор клавиатура умеет делать две компании. Это Logitech и Microsoft. Причем Logitech в последнее время как-то разучилась. Я недавно купил очередную топовую модель Logitech, и через полгода отвалилась клавиша «пуск». Я такого на Logitech не видел никогда. Но вот времена меняются. А Кулермастер яростно экспериментирует. То есть они делают и клавы, и мышки. Вот, кстати, обратите внимание, мышка очень занимательная. Разные модели. Они в виде такой сеточки сделаны. Рука вообще не потеет, потому что потоки воздуха идут во все стороны. И мне кажется, что такой вариант, особенно летом, очень даже имеет место быть. Надо будет попробовать при случае. А клава, да, но красивая, да, кликает заразом на всю комнату. Ну вот, подсветочку уже враги немножечко подубили. Вообще подсветка это такой, ой, это бич какой-то. Это просто бич этой выставки. Вот давайте не будем делать ничего нового. Давайте просто везде добавим подсветку. Вот, кстати, этот блок питания вообще изначально поставляется без пропеллера. И вы вставляете в него пропеллер на выборы. Причем черненький такой. Это совсем скучный вариант. Там вот любая подсветка, чтобы в темноте как елка светился. Ну вот нужно это. Я не знаю. Кулеры. Смотрите, вот кулеры, кулеры мастер, извините за тавтологию, они хорошие, они прекрасные. Но за последние лет пять в них практически ничего не происходит, потому что процессоры становятся холоднее. А кулеры были разработаны во времена Pentium 4, они их охлаждали. И уж нынешние процессоры охлаждать им вообще легко. Поэтому улучшать их дальше просто некуда. Но вот добавляют в них эту подсветку вездесущую. Вот оно все мерцает, переливается. Красиво? Красиво. Смысл есть? Не знаю. Даже ей, наверное, не скажешь, а если найду. Мне кажется, что это какая-то уже странная мания. А вот еще на стенде Cooler Master обратил внимание на такие компактные материнские платы. Реально прикольно. Смотрите, они по размерам, по ширине чуть больше, чем модуль памяти. Но при этом это абсолютно полноценный компьютер получается. Вот с усиленным портом PCI-Express, два модуля памяти, место для системы охлаждения полноценной. То есть в маленьком корпусе, в реально маленьком, совсем маленьком, можно собрать достаточно могучую систему, не только для работы, но и для серьезных игрищ. Мне кажется, это очень прикольно. И я думаю, в ближайшее время попробовать такого могучего малыша собрать. А на этом мы завершаем первую часть нашей прогулки. Спасибо, что посмотрели, потратили время. Вторая часть будет чуть полегче, повоздушнее и, возможно, даже покороче. Подписывайтесь. Всего вам хорошего. До новых скорых встреч.